Женский конгресс. Одна глобальная женщина. Запись заканчивается 10 января. Короткий клип об этом событии. В одном месте. В одном сердце. С сильнейшим желанием должно произойти что-то большое. Впервые в истории женщины всего мира объединяются. Женский конгресс. One Global Woman. Мы приглашаем и тебя. Воскресенье, 13 января. С 12 часов дня. Выставочный павильон Тель-Авива. Подробности и запись 1 700 509 209. А также на сайте. Спасибо за ваши аплодисменты. Я выступал десятки раз во многих зала мира перед очень разными людьми. Сегодня особенно волнуюсь. Время. 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 Мы пришли к особому развитию. И я действительно почувствовал реальную потребность в силах женщин. Это может привести себя в действие и вести так же всех женщин мира и помочь мужчинам в общем нашем пути. Вначале, извините, я хочу задать вопрос. Кто из женщин тут находится на наших конгрессах впервые? Я очень волновался читать список. Медали список. Женщины из Аргентины, Австралии, Австрии, Канада, Круатия, Чехия, Бонмарк, Сарфат, Джорджия, Германия, Лита, Македония, Македония, Мексика, Голландия, Норвегия, Россия, 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 Соединенные Штаты, Англия, весь мир. И мы также знаем, что во всем мире сейчас собираются женщины, группируются. Они тоже проводят зеркальные конгрессы. И здесь у меня длинный список людей. Все наши группы во всему миру. И мы должны о них не забывать. Мы все вместе. Вся женская группа объединенная на самом деле. То, что я хотел сказать. Почему я так обрадовался, что пришло такое ощущение, что нужен женский конгресс? Пока не было такой мысли, такого кисарона, потребности, которые не раскрылся. Это был признак, что мы находились в подготовительном этапе. Потому что признаки всегда идут вперед мужчины. И всегда они вот так проникают, прокладывают путь в любом месте, раскрывают континенты, страны, горы, моря. А женщины идут, чтобы на этом месте создать клей, духовный сосуд, создать дом, семью. И если мы пришли к такому этапу, что мы чувствуем обязаны упорядочить женское клей для нас, это очень-очень хороший признак особый. И безусловно, мы пришли к тому, чтобы прошли первый этап в нашем построении, как мужчина, который устремляется вперед, проверяет, выверяет, потом приводит женщину, чтобы она начала, всего помощью, конечно, обустраивать дом. Вот так и мы, в сущности, должны себя чувствовать и мужчины, и женщины. Что мы приводим женщин обустроить дом, выстроить клей, духовный сосуд для раскрытия Творца. И поэтому мое волнение очень большое, потому что это действительно этап чрезвычайно особый. И он, в сущности, говорит о том, что мы пришли к практическому этапу. Перешли с этапа подготовки на этап построения. Сейчас, если мы это выстроим, а мы для этого нуждаемся в силах, хессеронных женщин, потребностях, то мы тогда, безусловно, продолжим дальше все наладо. Вот как мы достигли этого этапа, мы не знали, когда это произойдет, но мы знаем, что сейчас это происходит. И я в очень большой разочке, мы начинаем выстраивать клей, духовный сосуд для раскрытия Творца. Мы с вами проведем беседу о Харках, затем семинар, а после этого вопросы-ответы. И в конце концов этим мы должны прояснить, каким образом мы выстраиваем себя, как мы устанавливаем связь между нами, взаимосвязи между нами, и как мы нашу потребность передаем мужчинам, чтобы отсюда вышла единая женщина во всем нашем мировом клипе, чтобы мы почувствовали, что мы вместе. Мы не стоим одна за другой, а в объятии как единая женщина, как образ единой женщины. И буквально, чтобы женщины были сорганизованы во всем мировом клипе, чтобы они были мощной, далечью, подтолкивающей силой для достижения цели. Как мы знаем, женщина, которая направляет мужчину, она посылает его зарабатывать, работать плюс пить. А она строит, обустраивает дом, рожает детей, воспитывает их. А мужчина выполняет работу, но, безусловно, вся организация дома, наш дом – это храм вместо святости. Там раскрывается дворец. Это за счет женщины. Женщина – это дом. Я хочу прочитать несколько отрывков, которые я приготовил. Потому что, чтобы у нас была связь с первоисточниками. Мы знаем, все знают, что мы учимся только по первоисточникам. В то время, когда мы объединяем все связанные с первоисточниками, нам приходит средств, возвращающий к источнику, и мы проходим разные мотивы, изменения, состояния. И именно они ведут нас вперед. Мы знаем, что мы находимся в особое время. Мир продвигает спстремительно. Какой человек, сейчас весьма человек. Лед-лед – это степенно, это поэтапно-проходе. Но, в нас это кажется медленным. Но мы видим, что у нас это очень быстрее, мы видим, что люди не могут быть более быстрее. Быстрее приходят, не знают, что происходит, с одной стороны они находятся. Отсутствие власти над жизни, иначе было прежде. Последние 200-300 лет, люди думали, что они властвуют над природой. Сейчас это снова приходит к точке, где мы понимаем, что это вовсе не так. Мы находимся под вас здесь, природа, все объемлющие силы, высшая природа, высшая сила и природа в гематрия равна, и мы должны познать ее, чтобы прийти к подобию свойства. Это называется путь Ахишена с ускорением, когда мы сами тянемся к раскрытию Творца, в нас, соответствует тем, насколько мы исправляем себя. А если нет, есть длительный путь, очень нежелательный. Там мы продвигаемся под воздействием ударов, страданий и самых разных неприятных событий, которые природа нам устраивает. Потому что мы сами, в сущности, строим несоответствие свойствий и получаем удары. И поэтому весь мир, в сущности, приглашает нас, они еще не знают, но мы так чувствуем. В общем, в том, что происходит, он призывает нас быть, как испытательная лаборатория, чтобы мы раскрыли эти силы развития наши, чтобы мы реализовали их сами. И смогли в этом показать пример всему миру, каким образом мы приходим к благу. Благом называется слияние с высшей силой, в подобии с высшей силой. И это достигает с помощью изменения, с помощью исправления нашего эгоистического, эгоистического для себя, каждый, когда так думает, когда мы поднимаемся над этим желанием, и начинаем устанавливать взаимосвязь выше него. Вот это и называется наша работа. И пока еще находится на этапах, где он думает, что он может сделать, что вздумается, ищет разные теории, методики. И не желается, в общем, тем, что человек должен переменить цели, а не то, чтобы мы меняли мир. Но сейчас это отчаяние без силы, который нужно скрывать кризис, который нарастает. Все это должно обучить сил, что мы должны исправить человека, а не мир. Мир невозможно исправить. Он находится в совершенстве. Только если мы изменим себя, не миданно мы обнаружим это. Поэтому мы должны, по пути к объединению между нами, это реализация свойства дачи, когда каждый из нас их приобретает, это выражается в объединении, взаимосвязи. Мы должны сформировать женскую группу образа единой женщины, единой женского желания, и единой мужской желания, чтобы два этих образа были над частными образами и желаниями, а потом объединились вместе в единое крючье. И когда объединяемся, мы в этом объединении вызываем наше объединение и Творца. Объединение нас и Творца. Мы объединимся вместе и этим строим клей Малхут. И так я почитаю несколько отрывков. То, что я нашел, написано так. Именно благодаря женщинам праведницам, мы выходим из Галута. То есть клей, которая называется женщиной, и Ша, оно приобретает свойства праведности. Хафец хэсет, когда человек удовлетворен имеющимся, женщина поднимается над собой и готова быть связана со всеми. И в этом строят женщины праведницам, и в этом строят женщины праведницам. И благодаря этому клей, их праведницам, мы в чистоте, мы удостовиваемся к Галула, освобождение, удостовиваемся к Духовному мира, вечность и совершенство, которое наполняет нашу душу. Мы, это с вами вместе изучаем все время на уроках, и, конечно, вы прекрасно все это знаете. Нашим цитканьеют, аюмам, шихот Ашефа, милемала, лимата, леулема шефель. Как говорится, в каждом дуру, в каждом состоянии, в каждом состоянии, когда Благо, это немножко раскрывается мир каббалистам, а каббалисты были бы великих. Вот это то, что они пишут, что женщины праведниц, именно они привлекают свет, благо сверху вниз, именно это клей, которое должно быть в подобии свойств со светом. Женщина называется нуква, получающим клей, мауба, и из нее приходят души. Как наши клиенты, женщина порождают девичьи и поколения, так мужчины и женщины и женщины, все типы души, идут от женского клей. Наподобие нашим миром, в соответствии с корнем и ветвью, мы понимаем, что вот так и в нашем духовном мире это происходит. Поэтому, когда мы проводили подготовку, в течение всех этих лет, когда мы вместе были, сейчас мы пришли к состоянию, что этот клей должно родить наш следующий этап. Он сейчас должен сформироваться. Женщина, это нашама, душа, общая душа, тоже называется поименение женщины. И нашама, душа, это клей получения, чтобы получить постижение и раскрытие Творца. Все это пишут великие каббалисты. Женщина собирает в себе эту кубаву, которую она должна дать душу, как мало хоть мира оцелут. Я могу нарисовать, если вы хотите. Вот здесь мало хоть мира оцелут. Мало хоть да оцелут. Камера ниша мот. Вот здесь души. Гам говорим, гам нашим. И мужские, и женские. Если они поднимаются, души. Вот здесь, скажем, мужчины. Здесь женщины. И вот так они, если они поднимаются, реценот желаем вместе, их желания поднимаются вместе в Малхут. То Малхут обращается к Зе Рампину. Зе Абуре. Этот Творец. И от него она получает в свое колеи. То благо, которое мы говорили. Женщины правильные получают эту благо. И она распределяет души. Потому что, особенно, нечего распределяет душу, поскольку все они объединены в Малхут. Но чтобы показать, что это вот так работает, Малхут с Зе Рампином. Гамкин тоже не кроут зук. И поэтому, если мы здесь производим объединение между нами, то мы вызываем вот это высшее объединение. Это, в сущности, вся наша миссия. Поэтому женщина собирает в себе благо, которое она должна передать душам. Понятно по рисунку, я думаю. И когда люди действуют в уподоблении свойств, в отдаче, то есть место для Малхут получить высшее благо изобилия от Творца, отдающего от Зе Рампина. Для того, чтобы передать душам. Женщина Малхут называется Матронита, царица в буквальном переводе, особое имя. Потому что... Потому что... Потому что... Я здесь написал не точно. Она обращается к Творцу, от него получает изобилие благ и называет мать сыновей Рада. Вот эти... То, что у нее находится ниже, она для них как мать. М, има, мама. То есть, мама с детьми. Или в то время, когда она не может получить благо для душ, это называется царошкина горечь, горечь химии. Она не может им передать наполнение. Все это пишут табалисты. Стремление на кивы женщины создает свойство нуква, хли, женский духовный сосуд. Она строит хитарон, потребность. Это изначально идет от женщины, через ее мужчина. Он не пробуждается, иначе как при его пробуждении внутри есть что-то, относящееся к женщине. Так оно идет от природы, и так Творец нас пробуждает. Все это закон природы. Она включается в силу Захара, мужчины, женщина, которая знает, умеет передать мужчине свой хитарон, свою потребность, направляет и устремляет его, устремляет его. И соединились. Душа нуква в душу Захара, стала единой душой, объединенной друг с другом. Если бы не было устремления на кивы к Захару, к женской части мужской, то души не выходили бы, не создавались бы души. Поэтому мужчины, поверьте мне, что это так, мы очень, мужчины очень и очень ждут женского хитарона. То, что мы здесь, нам предстоит это сделать. Я надеюсь, мы к этому сможем прийти и сможем передать им правильный хитарон, который уже обязан их постичь то, что они обязаны в соответствии с хитароном, с потребностью. Как женщина, которая обязывает мужчину сделать все, что надо для дома, создать кли. Женщина должна быть чистой для получения света, пригодной для получения света. Она, в сущности, является кли для получения света. И какая женщина является чистой? Та, которая выполняет желания мужа. Сейчас мы наоборот, идем в прямом и в обратном направлении. Адам, общий Адам, общий человек, называется Иша, женщина. То есть, творец создал Адама, и они начали делиться на мужскую и женскую часть. То есть, в каждой душе есть часть мужская и женская. Это в каждой душе. И в каждом мужчине есть мужская и женская часть. И в каждой женщине мужская и женская часть. И обе эти части мы должны вот так рассматривать наше объединение, общее объединение в единого Адама, в единого человека. Адам называется Иша, Накива, женщина. Она получает благо от мужа, от Творца, который передает все наслаждения творениям. То есть, здесь Творец называется Мужчина, который получает хисарон от женщины, и в соответствии с этим дает ей наполнение. Капля семени из которой, это называется точка в сердце наше, которая приходит от нас. Она идет как капля ловен белизны от отца, а мать принимает и растит эту каплю, увеличивает ее на органы, на жилы, плод, кровь, на все. И вся эта работа только в матери. Отец дает только маленькую капельку, и своим искусством женщина формирует ее до полноценного человека. И вот это искусство называется М-Има, Мать-Мама. Она формирует клей из человека, из мужчины, от мужчины в воздействии передачи света, а все формы души, маленькой, растущей, взрослеющей, зреющей, воспитывает, растит ее мама и делает эту душу готовой для получения света в отождествлении с Творцом. До сих пор мы занимались тем, чтобы притянуть свет. Это называется капля ловен, капля белизны. Сейчас мы больше должны позаботиться о формировании клей, в котором этот свет начнет изменять нас, исправлять нас. Исправлять – это важно. Мы изучаем разбиение килим. В сущности, вот это разбилось на кусочки, на части. Мы обратно должны все это исправить, собрать. Поэтому то, что мы должны сделать – это только объединение. В объединении над нашим эго, именно наоборот, чем больше оно возрастет, а мы, чем выше над ним поднимемся, вот так мы и продвинемся. Это то, что я хотел вам рассказать из первоисточников. Все-таки в начале нашего дела всегда должен стоять первоисточник. Здесь отрывки есть из зор, из великих наших первоисточников. А сейчас давайте займемся… Все знают законы семинара, да? Не слышу. Не слышу. Не слышу. Не слышу. Не слышу. Видимо… Я повторю то, что вы говорите. Что такое семинар? Семинар – это лаборатория, когда мы сидим вместе и пытаемся объединиться. На самом деле не важно, что говорят мои подруги. Это вовсе не важно. Важно, насколько я склоняю себя перед ними. Я могу ничего вообще не понимать, что они говорят, потому что цель семинара… Что они… Что бы я… Еще в моль… Сидела… Ахаверочили… С моими подругами… И почувствовала, что я… Меньше… Меньше… Гораздо… Меньше… Ни… Гораздо… Меньше… Мне это две разные вещи. Это не одно и то же. Они… Гораздо.. Больше меня… Это во первых. Вот таким образом, я уже… Свое эго… Способлен уменьшить… Дальше… Кроме этого… Я готова с ними объединиться внутри, не важно, что говорит она. Я хочу с ее внутренней частью объединиться, буквально смотрю в рот. Вся цель объединения, через объединение мы создаем здесь взаимосвязь между нами. Это некое поле такое, и это начало клей души, духовного сосуда души, вот здесь, сущности клей души. Сейчас мы это отметим на чертеже. Пишем, нашама, душа, ни в ком ее нет, а есть только между нами. И чем больше эго в каждой из нас, эгоизм, он уменьшает, склоняет, смиряет себя относительно под рук, и вот так мы растем. То есть, чем больше будет противодействие между нами, сопротивление между нами, чем больше между всеми нами. И насколько мы вопреки этому, над этим, создадим объединение между нами, то вот эта разница между объединением и противодействием между тем и другим, дельта вот эта. Это и будет клей души, духовный сосуд нашей души. Сначала на корневом авиюте, потом первый, второй, третий, четвертый. Вот здесь мощь этой души. И в соответствии с этим мы поднимаемся. Ну, если так, мы можем подняться прямо к Творцу, в Энсов, в мир бесконечности. Ну, вы этого уже не видите. Сейчас поправим чуть-чуть. Вот так мы в соответствии с этим поднимаемся в бесконечность. И здесь не видят. Ну, сделаем еще раз. Вот так видим. Хорошо. Итак, в соответствии с тем, насколько мы видим эти помехи, которые тянут нас вниз, но вопреки этому мы поднимаемся выше. Большая помеха, мы еще выше поднимаемся. И вот так движемся вперед. Это принцип. С нулевой точки, вот здесь отмечаем, ноль. Даже во время семинара вы уже почувствуете, я не хочу так, эдак, путаница в голове, масса мыслей. Думайте вместе, а рвут, получительство, не забывайте. Все мы и весь мир вместе с нами. Мы хотим сделать только одно. Объединение между нами. А речи, которые мы выверяем, это очень важно, но с устремлением к объединению, с тенденцией к объединению. Итак, разворачиваемся в круги, смотрим друг на друга. Я уже достаточно выступал перед вами. Большого вам успеха. И давайте сделаем так. Малхут делится на две части. Часть мужская и часть женская. И каждая часть, как Адам и Хава, так это называется. Женская часть называется Хава, часть мужская называется Адам. Затем они делятся еще на души, которые называются душа Адхавы, дальше делятся на множество частей. И мы должны обратно собрать, мы сегодня уже после всей этой длительной эволюции, мы находимся на самом низком уровне. Мир чувствует свой кризис, он завершил все свое развитие. И следующий этап развития, как говорят каббалисты, они не ошибались, на протяжении всей истории. Следующий уровень – подъем к объединению между нами. Мы совершили развитие нашего эгоизма, невозможно им больше пользоваться. День от дня будет все яснее, насколько мы этим всем пользуемся во зло нам самим. Что такое общий женский хесарон, общая женская железность? Есть у каждого хесарон, потребность, каждый хочет защитить духовность, совершенство, достижение Творца, видеть, где она находится в мире бесконечности, жизнь вечную, совершенную, полноценную, жизнь вечную, которая существует вокруг нас, но мы ее не чувствуем, в этой жизни. Как нам к этому прийти? И что означает правильный общий хесарон, правильная общая потребность всех женщин? Как это реализуется? Это первый вопрос. Начинается. Вопрос был, что значит женский вообще хесарон, желание, недостаток, в чем оно выражается? Вопрос. 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 Это клей, это клей, это клей, это клей между нами, который мы можем постичь Духовную реальность. И когда мы пытаемся вести в эту ощущение, в эту ощущение, в которой находится между нами, это стремление, это клей, приводим в действие, всего этого Система Духовного банка, на всех источников, которые мы получим в этот клей, это клей и это в целом. Таким образом, мы выполняем этот клей только в этом мире. Малхот делится на две шести, как сказал Раф. Малхот делится на йеву и адама. Общий хисарон, который не достаток, общий всех жежей, которые объединяют общий хисарон йевы. Мы должны поместить в центре хисарона каждый из нас. И я думаю, только об этом недостатке, только об этом желании. Нужно к ним и прилепиться к этим другим, к этим желаниям всем другим, чтобы из этого слова получился огромный хисарон. Огромное желание всего Малхот. Сима. Женщина, это желание, недостаток, потому что в принципе женщины всегда ничего-то недостают. и объединять все эти недостатки желания. Это объединять все наши желания к духовному, к духовному, к совершенству, к цели творения. Когда это стремление, создадут силу, огромную женскую силу, к которому будет выражение, который будет выражаться, потому что они могут быть мощностью, для создания и формирования этого общего клей. siamo целы у них одна, ко龍apo,oppingу jakbyboxingrica Евгеньевский. Мы уникольныеListen, как одна одна мы ощущ feelings, международ ricerca, и уhés yapıyor, без 전ационно, что все это делается, потому что я чувствую, это так для этой Illusionстиokoeline, Мы чувствуем еще параметры дополнительных, что он увеличит наш маленький желание. Мы понимаем, что это будет безопасно. Мы чувствуем это безопасно, что мы мать в отношении одного и другого. И так же, мы можем создать единство. Что означает общий желание, общий желание? Я думаю, что это общий желание, это общий желание, который есть потенциал реализации, потому что это общий желание. То есть у каждой есть свое желание, но когда они разделены, они не могут быть потенциалы, чтобы они реализовались. И только когда мы объединяем эти желания всех в одно общий желание, это настоящий желание, это настоящий желание. И как это делать? Как это делать? Я чувствую, что должна быть некая работа, что в акциях у меня нет шуми внутренней мотивации. Мы успокоимся. Мы должны различить каждый, я чувствую, что я должна различить этот рецепт. То есть этот рецепт, это настоящий желание, который находится там в ожидании, чтобы они обратились к ним, чтобы они обратились, чтобы они взяли его, чтобы его взяли. Чтобы мы нашли его из других. Такая тихая работа. Я думаю, что этот рецепт, это общий желание, это общий желание, это общий желание, это общий желание. И здесь только один из-за которых он может разошваться от Spaceи и чтобы не будет наделись. И что этот рецепт, он этот рецепт и обмен о том, что мы надеемся, что мы можем использовать. И это время, он где-то для этого, что они должны быть нашим желанием, что нам могут быть в исчезре. И именно в этот рецепт, мы готовы в этом месте, и где-то в этом месте. И если мы не будем использовать его желание, чтобы мы не бchtем поддвинять, мы не можем ее logiciseем, что мы можем разобраться. Продолжение следует... 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 И это мы должны сохранять и увеличить. Просто смотреть друг на друга как на дочь и мать, и таким образом у нас есть возможность ощутить до конца желания, что когда я смотрю на свою дочь, я чувствую ее желание, и я могу соединить его с собой. Возможно, только так, мы должны смотреть друг на друга, и тогда эта женщина, женщина, как мать с дочь и мать, и мы можем дать очень много поддержки для друг друга, и такая поддержка, это вещь самая интересная, которая может дать как женщина, как мать, и мы можем постоянно ощущать одна другая, чувствовать, что это тоже с помощью той же системы, таким же отношениям. Я хочу продолжить вас обоих и сказать, что, во-первых, для того, чтобы увеличить эту вещь, нам нужно дать каждой величие цели, возможно даже увеличить желание каждому, то есть дать важность цели, и это можно делать с постоянным объединением, с течением всего дня, и с эмэсами, и сообщениями, и беседами, и укреплять друг друга на пути, и, разумеется, семинары, и это объединение, новое объединение, которое еще нам не настолько известно, оно постепенно мы начинаем приобретать мастерство в этом объединении, мы научимся все больше и больше объединяться, и все время поддерживать друг друга, и возвышать, поднимать, напоминать все, что только наши цели, и помнить для чего мы это делаем. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Что мне сразу необходимо сделать? Ну? Занер за ицар. Мне нужен совет. Выкашал. Пожалуйста. Когда я чувствую отторжения, отталкивания, что я сразу делаю? Когда я чувствую отторжения, от объединения, я сразу... Я сразу хочу благодарить его, благодарить за это ощущение. И я пытаюсь пригнуться, и пытаюсь, как бы, зайти, как бы, снизу вас, чтобы поднять вас в то состояние, как бы, в ощущение, что вы над мной, что это группа, свои мудрости, свои правильные ощущения, свои правильные знания, что вы надеете в следующем состоянии, я еще не там, и поэтому такое мне ощущение. ДимаTorzok и я употребляюся по поводу и я начался с этим в горячем, потому что я очень боюсь это ощущение чтобы познакомиться и что он будет его ответить и он будет ayud traditionally на様щее coaching и обучение и я это и продолжу продолжаться пока пока что повторюсь Когда я чувствую себя, я говорила себе замечательно, сейчас ты предложил усилия получаешь в плату, и также я не могу стесняюсь, почему... Заранее я не могла предупредить это состояние, почему мне никто не напомнил, что я должна получать это состояние и вспоминать таким образом, что есть ворец, что есть цель. Это напоминает мне дворцы, и я сразу же подсоединяюсь к этому огромной силе, к этому общему кли, который называется мировой кли, и как еще можно его описать. Я надеюсь, что мы там все время будем пребывать. Я надеюсь, что я не могу. Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok ДимаTorzok 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 DimaTorzok 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 Я вот здесь, из Абразилии, на чертежах. Если мы находимся на нулевом уровне, с помощью нашего объединения, мы сейчас можем подняться на первый уровень. И я вдруг чувствую падение второе. Откады как шикан, медгалали Абуша, за мистер Солош. Я могу вместе с одиннадцатый дом, с моим эгоизмом продолжать, тогда я выхожу из этой игры полностью. Четверка, из всего нашего продвижения. А я могу сказать, нет, наоборот. Этот стыд, этот авиют, мощь желания авиют. Она должна перейти в закут, в чистоту. Нарисуем так. Закут, чистота. То есть, в сущности, это переживание, которое присоединяется к моему следующему уровню. Подъем пятый номер и уровень, который достиг шестерка. То, конечно, вот здесь мы получаем ожесточение сердца, отталкивание. Чувствуем себя плохо. Это все, прежде всего, ощущение, плохое ощущение. Хотим от него сбежать, чисто инстинктивно. И вот здесь приходит место выбора. Или мы из этого состояния спускаемся вниз, или мы поднимаемся наверх. Вот здесь место выбора. Если правильно выбираем, поднимаемся дальше. И вот так еще несколько подъемов входим в духовное. Скажем, мне надо прийти к какому-то определенному уровню. И я уже буду находиться в духовном. А если я по течению плыву вместе с отталкиванием, отторжением, и я вот так нахожусь с самым... Что там будет в конце, непонятно. Вот в этой точке, где я произвожу выбор. Где я способен сделать выбор, что мне может помочь. Что мне может помочь, когда я получаю отталкивание, отторжение. Я сейчас это правильно исколкурую. Это из Ахураем, обратная сторона, следующая ступень. Мне надо только подняться над этим отталкиванием. Это добавка эгоизма. Если я поднимаюсь над этим, и вопреки этому присоединяюсь, объединяюсь, я прихожу к продвижению, что мне может помочь вот в этой точке номер три. В точке выбора, где я нахожусь. Вот здесь. Вопросительный знак. Но практически, реально, как мы можем помочь между нами пройти такие точки с пониманием, с гордостью, в подталкивании, не останавливаясь на них, настолько быть готовыми, чтобы, как собачка бежит и видит препятствие какое-то, перескакивает, бежит дальше с разгону, что является помогающими нам силами, вспомогательными силами в таком состоянии практически конкретно. И сейчас реализовать это. Продолжение следует... Я просто не реагировала, а вот подумала об этом, и я не смотрю, перешли на другую мысль. Да, и у меня тоже был такой случай, когда я ощущала отторжение, и понимала, что у меня нет никакой возможности справиться с этим самой. Я попросила своей подруги, когда она живет по соседству, послала ей смс, что мне не нужно помощь. Повторюсь, я поняла, что она уничтожит эту боль. И я не могла просто это уничтожить. Я просто не думала, что она не уничтожит от меня. Зависит уже патролик. Это уничтожит это. И уничтожит эту боль. Но вот как Сеган Ganze, что мы можем видать, что мы не можем получить это. Даже если мы можем получить это дую. Мы можем использовать это другое. Это очень важно, но также это пневмит. Есть кое-что в каждом регионе. Каждую минуту есть огромная помощь, которую вы получаете на мой взгляд. Окей. Окей, отсюда я хочу праздновать, что нужно не только попросить эту помощь, но даже, видимо, что это место, это место того, что здесь, здесь, именно место для самой силы, мы должны работать, чтобы праздновать, чтобы уничтожить, чтобы уничтожить нас в отношении важности нашей роли, и уничтожить нашу желание выше нас, для благо всего человеческого, для подъема от него, на следующей части. что мы должны, если мы не знаем, как мы говорим, как мы говорим, как мы говорим, что это не так, как мы говорили, уничтожить каждой из нас уверенность, уверенность, надежность. И тогда, конечно, ни одна не упадет в любом состоянии, какое бы оно ни было. но рекомендуйте решения, практически реальные, которыми мы можем воспользоваться. таким образом, мы способны всем женщинам в мире обеспечить уверенность, надежность, пути в любых состояниях, в которых они находятся, чтобы не потерпели неудачи, не упали и даже не приостановились ни на одну секунду, а продвигались бы далее. Пожалуйста. Как можем снабдить друг друга этой уверенностью, чтобы каждый чувствовал, что он не упадет с любого состояния, в каком бы ни было. Во-первых, осознание, что это игра дворца, и что придет отталкивание, придет отторжение, придет помеха. Не нужно, конечно, готовиться к этому, но нужно осознавать это, и мы можем напоминать каждый друг другу, даже здесь на Конгрессе, и даже так, через смех, как серьезно, каждый раз напоминать следующие ступени, обухлеты, этапи, все нормально, эта игра, мы здесь все вместе, и важность цели, у нас нет ничего другого, каждый раз, поддерживать друг друга, даже взглядом, мысленно. это, я хочу предложить, что мы предполагаем, это ее, стремление, whose системыMP на опублиnte, которая, прежде всего, это внутреннее, эта система, спрашивая, мы должны об этом, что мы предполагаем, эту систему, по этой системе, и мы будем проводиться, и да, мы будем делать эти степени Мы можем прийти в спутскому и фейсбук, во всем мире. Если мы можем прийти в спутскому и у нас, мы должны быть подключиться. Тогда никто из нас не упадет. Я пытаюсь практически думать, и как это можно практически действительно выполнять. Мы знаем, что когда мы падаем, иногда действительно есть трудность, сложность даже попросить помощь и поддержку. И для того, чтобы этого не происходило, мы должны развить такие чувственные, которые мы можем другим людям, чтобы чувствовать какие-то партии, какие-то партии, какие-то спады. И в общем, если вы чувствуете то, что я не могу сказать, что это было сказано, что я бы сказала о своей дочери. Я бы не говорила, что она не в порядке. Я бы спросила, что с тобой не так, что мы тоже здесь должны создать такую сеть между нами, действительно физическую сеть, не только внутреннюю. Когда мы, чтобы мы могли поддерживать друг друга, то есть уметь попросить эту поддержку и уметь поддержать эти две вещи очень сильные в женском клике. Я согласна со всем, что говорилось. Я думаю, что вот эта сеть, это вещь самая важная конкурентность, то есть прежде всего, когда я знаю, когда я ощущаю падение, я кричу, помогите мне, я не в связи, я чувствую, что сейчас же мне посылают сообщения одна за другой. Когда они находятся в очень сильном падении, которое я тоже испытывала, и мои подруги испытывали это. На самом деле, опять же, ничего не возможно же от другого, кроме помощи подруг, поддержки подруг через мысли, через телефоны, разговоры. Я думаю, что они постоянно, что это происходит, это группа женщин, которые знакомы друг с другом, которые знают все эти силы седухости. Я думаю, что в другом пути осуществляет такую поддержку, из-за этого ощущения, что я сильная, я сейчас, я же для тебя. Не только я, на самом деле, вся группа, есть кому доверять. Я возвращаюсь к теме матери, я знаю, что единственный путь, вытащить меня из состояния, это попросить помощь, если я вижу подругу, я должна попросить помощь. Это какой-то трюк такой, что я должна понять, что я отчелась уже от всех остальных направлений, и если видишь подругу, нужно что-то попросить, подказать, помоги мне, помоги мне. И сразу, я знаю, что меня это сразу вытаскивает из состояния. Можно повторить вопрос? Я думаю, что все это приобрести. Мы знаем, что в нашей жизни, в нашем мире, мы можем получить очень много примеров духовных. В нашей жизни мама обеспечивает детям веренность, надежность, тепло, покой, она успокаивает их, направляет их, дает возможность снова попробовать, ты должен выйти из дома, ты уже взрослый, у тебя все получится, ты можешь твориться с помощью разных таких падений, путаницы. Мы обязаны нам выстроить этот образ, женщины, единой, образ единой женщины, чтобы это направило нас, поддерживало нас, поддерживало нас как мама, чтобы мы могли прилепиться, и нам было бы хорошо. Чтобы мы ни о чем не забывали, не падали никуда, ничто не произойдет. Так он видит, Творец нас обязывает. Вот отсутствие выхода, от безвыходности выстроить, отсутствие уверенности, от проблем, стыда, от злости, от разного вида стыда. Мы видим, насколько мы падаем, выстроить это место, это хранилище, убежище, нашу маму, то есть малхут, общую малхут. Если мы ее выстраиваем, она обо всем позаботится, потому что она обеспечивает всем душам то, что им необходимо. Как мы строим вот эту маму по образу, понятно, я думаю, каждой женщине и каждому мужчине. Как мы выстраиваем вот такую маму, почувствовать ее реально, как, ну, просто, как все. Как маленький ребенок, ни о чем не заботится, ни о чем не волнуется, нет, мама, она обо всем позаботится для него. Вот таким образом, нам нужна вот такая маму, это малхут не раствует, это шхина, это наши общие клетки, мы его раскроем, скромируем, и вот так мы вдруг почувствуем, что малхут не раствует над нами, и обеспечивает нам все, и думает, заботится, приближается и делает все. Мы, между нами, как я слышу, говорите, мы можем друг другу обеспечить не уверенность, ненадежность, ничего друг друга, кроме как вот этот образ большой взрослой мамы нашего единого клетка, она на себя возьмет вот эту роль. Как мы выстраиваем этот образ единой женщины? Это последний вопрос. Лакаша. Пожалуйста. Я думаю, что мы должны, хотя бы это у меня, я начала об этом думать, что мы должны построить такой образ, и до этого мне казалось, что постепенно, потихоньку мы повышенным вниманием друг к другу сможем, мы можем снабдить друг друга таким ощущением, но сейчас я понимаю, что нам необходимо такое некое облако, и что это не то, что оно построится среди тел, которые вокруг меня, и я понимаю, когда я думаю, что нам нужно это построить, это, во-первых, такая картина, что мы должны держать это все в голове, развивать это, пробовать как можно больше приводить примеры, с помощью каких-то материальных примеров оживлять ее, то есть быть более внимательны друг к другу в разных состояниях, даже когда нам так раскрывается по-другому ощущение такой кислости, и мы должны предложить усилия, дать друг другу силу любви, чтобы между нами образовался такой некий язык, действительно, тут говорили про WhatsApp в социальных сетях, и я в последнее время, что я в этой группе, в течение дня начинается очень интенсивное ощущение, получая оттуда, что это начинает быть более ощутимо, и чтобы мы продолжали это, пока это станет одним таким цветением любви. Поехали. Поехали. Режиссия. Режиссия. П Конечно, у вас есть такой ф pleasure, что я находится в своей основе, что вы решили, что принялись мне. И на другую сторону, есть какая-то двойственность, как говорится, что она существует между нами, живет между нами. И эта мать, у нее есть ребенок. Ребенок — это все человечество и мир, который, на самом деле, плачет. И мы должны помнить о том, что мы не создаем этот образ матери, чтобы выходить просто из своих стадий, что мы создаем этот образ, потому что есть сегодня ее младенец, и мы хотим дать ему, но мы понимаем, что мы не можем дать, пока между нами не создаем такое общее ощущение единства. И когда Раб говорил, я подумала, вау, о чем я думала, что мы, в принципе, должны все время думать о том, что у нас есть роль. Это не то, что мы должны помнить о том, что мы должны дать жизнь другим. вау. Дмогу. Дмогу. а я не знаю, что я не знаю, что я не знаю. Я думаю, что каждая из нас глубоко внутри, есть у нее это желание встречать огромной матери, включиться в нее, подануть в ней нужно для начала вытащить это желание внутренне наружу и стремиться к нему, и я думаю, что только посредством некой самоотмены по отношению к этому образу матери этот образ сможет реализоваться, потому как существует оно также поднимается такой же образ, за отменить себя в любую ситуацию, как как мы не оказались, и есть холище, как мы говорим, как мы просто переехали, как Спасибо. Я очень... Вопрос. Раф сказал, что мы не сможем снабдить себя уверенностью и гарантией того, что только мы должны создать этот образ большой матери. Как мы построим этот образ большой женщины в матери? Единственный вид, как я могу думать в этом, это действительно попробовать, представить эту образцу не в голове, не в ощущении, ощутить эту мощь вот этой большой общей матери, которая облачает всех нас вокруг. То, что мы должны сделать, выстроить такую маму для нас, для всех нас. И об этом каббалисты говорят. Мужчина помогает, но главное развитие этого образа, этого клипа, который сближает всех, обеспечивает всем, кормит всех, заботится обо всех. Это женская клипа. И поэтому это называется Малхут. Малхут. Мы сейчас понимаем, что только с помощью взаимной заботы, объединения между нами, если мы это каждое, это большое желание, которое мы хотим объединить, и будем представлять то, к чему мы себя хотим присоединить. Мы вот так сможем выстроить систему, которая называется Мама, великая, теплая, любящая, заботящаяся, обеспечивающая нам все. Все в ней энсов, бесконечность. Только если мы сумеем быть теми, кто ее раскрывает, обнаруживает над нашим эгоизмом в объединении между нами. Семинар завершен. Мы одна минута закрываем глаза и вместе думаем об этом образе. Насколько бы мы хотели включиться в него, такую маму, присоединиться, объединиться и позабыть обо всем, кроме того, что мы ее чувствуем. Чувствуем. Григори 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 АРangs Григори 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 – У нас песня есть, соответствующая моменту, что-то тонкое, хорошее. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок 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 В этом семинаре мы занимаемся, созданием нашего города, и Магдала, и Шаггала, и Мадз, и Мадз, и Мадз. И этот вопрос, это точная тема следующего семинара. Как вы хотите? Моня из Франции, Париж. Она спрашивает, что такое быть женщиной внутри. Означает, что заботится об исправлении всего мира. Мы должны видеть, что реальность вся в целом поделилась на очень много отдельных частей. И эту отдельную частичку мы можем изучить по ней общее целое. И как женщина заботится о детях, о семье, о мужах, обо всем, что происходит. И вот эта забота реально не оставляет ее. И вот так, когда мы создаем духовную женщину, единственный образ духовной женщины, мы должны видеть вот такую исправленную, совершенную женщину. Пожалуйста. Здравствуйте, Раф, я Сильвана из Аргентины, и я хотела бы задать вопрос, который относится ко всем. По поводу эпидемии, которая называется аутизмом. По поводу эпидемии, которая называется аутизмом. Рождаются обычные дети, и вдруг они отключаются и не хотят ничего. В наши дни это широко распространено, и я не гарантирую, что это закончится, прежде чем мы начнем серьезным образом себя исправлять. Аутизм от слова аут вне. То, что наш эгоизм настолько возрастает, развивается, это единственное, что развивается. Единственное, что развивается, это наш эгоизм. Одно из его проявлений, он развивается вне. Раковые клетки, начинающие пожирать организм, так и аутизм. Он поэтому так называется. Только разные уровни в нашем теле. Все эти болезни. Но все они от прорыва эгоизма у всех людей. Там человек, конечно, не виноват. Это результат общих проблем. Мы не сможем преодолеть все эти проблемы, все эти болезни. Иначе как только если мы начнем заботиться об исправлении нашего общего эгоизма. Тогда мы видим, как все эти явления утихают. Нет. А если мы не позаботимся о нашем исправлении, придут еще и еще проблемы. Весьма странные. Разные. На все человечество. Нас только один путь. Аутизм не просто так называется. Аутизм от слова «аут» вне, снаружи. Потому что это такие прорывы нашего эгоизма. Как мы можем использовать инстегральное исправление для того, чтобы воспитывать и не причинить речь 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 речь? Есть проявления, которые уже почти необратимы. Неподдимы таких детей возить в инстегральное обучение в наши рамки. И все-таки начать объединять их. Чтобы как-то начали между собой устанавливать взаимосвязи. Пытались создать между ними связи. Это действительно может оказаться единственным лекарством, который может быть поможет. Потому что мы уже в прорывах эгоизма на уровнях гораздо более глубоких, чем эгоизм. Эгоизм уже надо попытаться, но и это тоже может быть. Не надеяться на чудеса. Да, пожалуйста. Здравствуйте. Я обращаюсь от международной виртуальной группы. Осень 2012, Академия Международной Академии Кабалы. У меня есть несколько вопросов. Я выберу только два коротых вопроса. Первый вопрос. Что нам нужно сделать, чтобы усилить мужчин виртуальной группы через виртуальную связь? Есть нечто особенно о виртуальной связи, отличающейся от обычной связи. И вопрос второй. Что значит быть духовной женщиной? Из каббалистических понятий. Как укрепить мужчин? Мы об этом поговорим на следующем семинаре. Это очень широкая тема. Что такое духовная женщина? Мы говорили об этом, я сожалею. Я думаю, это ясно. Духовная женщина. Это тот образ, который мы вместе создаем при условии, что каждая из нас поднимается над своим эгоизмом. И над своим эгоизмом объединяется с теми точками, которые поднимаются в каждой из нас. Наш эгоизм находится внизу, а желание наших духовного поднимается наверх над эгоизмом. И там мы объединяемся. Объединение в единый механизм создает маму, женщину, Малхут. Вот это единый образ. И если мы увязываем этот образ с кисароном мужчин с потребностями и желаниями мужчин вместе, если мы будем знать, как это увязать вместе, это станет Малхут в миру отзывут. И я думаю, что мы достаточно близки к этому. Чуть больше внимания точно на то, что мы должны сделать. Не раскуляться на самые разные иные действия, которые не ведут ни к какой цели. Продолжение следует... Здравствуйте. И asир. И даже что мы оставляем санцпетерсбург. И я вопрос, сегодня вечером, вечером. Вы поговорили о том, что мы должны измерить разъясните сквозь for нас. И я вопрос, о чем эта негативность? Лия должна пойти нуля, чтобы сквозь к себе бумагу и при этом можно связать с нами. Какие результаты у нас преимущества? Какие результаты у нас для того, чтобы заразить сквозь к себе? Заключенный сам себя спасти из тюрьмы не может. Невозможно в одиночку выйти из этой кожи. Человек может заглубиться в эту кожуру в эту кожуру, и думать, что там внутри он тысячу лет ничего не сможет сделать, только если снаружи помогут ему через окружение. Именно они пробивают эту кожуруру, и человек выходит из него. Он готов объединиться с группой. Группа снаружи. Он сидит внутри, в этой кожуре, в скорлупе, и группа пробивает, делает такой парадок. С помощью группы приходит цвет развращающего источника, и тогда он выходит. Сам человек, ни мужчина, ни женщина, это неважно, без помощи группы не способен выйти из своей скорлупы. Он останется в ней столько, сколько нет времени для этого. Пожалуйста. 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 Я хотела бы быть хорошей матерью, и хотела бы, чтобы мой сын выполнил обряд бармитвы совершеннолетия ворове. Вы сказали, что можно в течение пяти минут. Как я могу сделать так, чтобы он прошел там бармитву, обряд совершеннолетия? Спасибо. Особая женщина. Что сказать? Мы бармитву, то есть бар это уже человек, зрелый человек, который умеет производить действия отдачи. И мы должны выполнить 613 желаний обустроить намерение ради отдачи. То есть бармитву, обряд совершеннолетия, человек начинает исправлять свои желания одно за другим ради отдачи. В зависимости от мужского и женского клей вместе, если мы лучше поймем, глубже почувствуем, где мы должны акцент поставить. Как сейчас задала вопрос девушка из Санкт-Петербурга, как я пробиваю скорлупу, как я выхожу из своей оболочки скорлупы, кожуры. Если я точно буду знать, как выполнить это действие, выполнить действие очень легко. Главное знать, куда нажать точно. Там место очень мягкое, хрупкое. Там даже скорлупы нет на этом месте. Есть некое такое, как это назвать точно. Плёночка, да. Точно, вы лучше меня знаете. Точно, как в яичной подвечной, в корлупой есть эта плёнка. Вот так в этом месте, но место мы должны определить. Это то, что мы ищем на семинарах в разного вида объединениях. Да, пожалуйста, вот там. Здравствуйте, я из Киева. В продолжении вопроса Алисы. Я чувствую, что, когда я сижу на семинаре, и вы просите просить практического совета. Я чувствую, что я начинаю тематически следовать на дняшу. Ляг мне порогу. Там избитые фразы наши. Понимаете, я просто боюсь говорить искренне. Ляг мне порогу. Это эрикка Макив, Она спросила, как я сидела в семинар, она спросила, что она не могу говорить. Она спросила, что она не может говорить. Она спросила, что они хотят говорить. Вы не понимаете? Это потому, что ты не говоришь от сердца. Должны стараться отбросить все правила, раскрыть сердце и говорить из сердца, то, что ты чувствуешь. Не стыдиться. Не стесняться. Мы должны, в конце концов, найти некую точку, самую внутреннюю в наших чувствах и не бояться того, что ты ее можешь раскрыть и что кто-то обидит тебя, кто-то посмеется над тобой. Но что тут можно сделать? Наоборот, у меня есть возможность в этих самых внутренних точках объединиться с другими женщинами, они тоже так раскрывают сердце и мы должны прийти к состоянию, что будет единое сердце, а как иначе? Почему стыд? Почему страх? Я не понимаю. Я серьезно говорю. Я не наоборот. Я, например, насколько я раскрываю все время свои чувства, чем нам поможет быть закрытыми, наоборот. Из-за этого все проблемы в мире. Мы должны прийти к состоянию, что мы из всех наших сердец организуем единое живое сердце. Продолжение следует. Звучит музыкой. Я жена. Здравствуйте. Я жена, я из Флоридии. Здравствуйте, Раф, я Дженни из Флориды. Я хочу задать вопрос о одиноких женщинах. Быть здесь сейчас с всеми женщинами, как один из одной группы, я чувствую себя очень связанной. Я чувствую, вопрос какой. Но когда мы в группах, мы ощущаем, что нам этого не достает. Что мы должны делать с этим? Мы сейчас начали проводить семинары для семейных пар. Я надеюсь продолжить это. Очень скоро у нас будет новое здание, там будет у нас новый дом. И мы туда сможем везти много наших семейных пар. И семейные пары из групп, из ближних в Израиле. И мы будем просто пример показывать всем, и все вокруг всего мира будут учиться. Мы изучим, что такое правильная семья. Ради цели, как она продвигается, и как поднимается над эгоизмом. И действительно, чисто практически, это можно проделать достаточно легко. В семье это, насколько нам кажется, что это трудно, там легко. Именно там килим самые простые и есть согласие очень быстро между супругами обычно подождать. После мужского конгресса мы в этом продолжим в постоянстве. Мы должны... Быстренько вопрос. В уроке судьбы? об respectful о容я цена я уважаю Могу ли я держать это намерение, быть матерью, и то, что я ощущаю по отношению к родственникам Баруха, мне очень тяжело быть мимой мамосерией по отношению к 99%? Прежде нам нужно объединиться между собой, и мужчинам, и женщинам, создать единое клей, получить силу, духовную силу внутрь этого клей, внутрь духовного сосуда, и только тогда обращаться к килим, к сосудам 99%, только тогда. Сегодня у нас нет силы обратиться. Мы распространяем наши книги, знания, но реальной духовной силы у нас пока нет, чтобы мы к ним смогли обратиться, а они почувствовали, что у нас решение есть, что у нас есть особая сила. Это у нас пока нет, поэтому пока не стоит. Я очень сожалею, мне показывают, завершаем. Надеюсь, что нам будет выделено больше времени на следующем семинаре, после следующего семинара. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Они соединяются, разводятся, надоедают им быть вместе. Не могут, у нас не хватает на это нервов, терпения. И это будет усиливаться все больше и больше. Желание, если мы не начнем его исправлять, оно испортит нам всю человеческую форму. Поэтому мы говорим о содержании семьи через разные разбиения, через проблемы. Творец ведет нас к этому исправлению, подняться над эгоизмом и в единении найти его. Зарампин и Нуква Мира Ацелута определяются как одно целое в единстве, потому что, несмотря на то, что Нуква вся Гворот и Суды, все равно все совершенство Зарампина зависит от соединения с ней, с Нуквой. И свет бесконечности присутствует у Зарампина только при соединении с Нуквой. И поскольку они одно целое в единстве, свет единства Творца присутствует только тогда, когда они соединены вместе. Это все отрывки из зор, из произведения Арии, из таких тяжелых источников. Именно от мужчины и женщины рождается плод. Но от одного мужчины или от одной женщины не может ничего родиться. Обычно мужским началом называется сила отдачи, а женским началом сила получения. А порождение — это добрые дела, в которых будет жить дух жизни. То есть то, что рождается от правильного соединения между мужским и женским образом, то есть от точек, которые вышли из сердец и соединились между собой, в этом их соединении рождается плод, он развивается, достигает духовного уровня, который называется Адам. Адам — это уже единая душа, которая создана. Поэтому, когда у человека есть только одна сила отдачи, то нет у него возможности приложить усилия. И существует правило, что без усилия невозможно достичь света. Как сказано, приложил усилия и нашел. Если есть только одна сила, без другой, и Захар несет силу отдачи, а Нуква — силу получения, у них нет усилий. То есть то, что мы сейчас поднимаемся за нашим организмом для того, чтобы объединиться и мужская группа, и женская — это лишь подготовка к тому, чтобы соединились вместе две этих силы — единый Захар и единая Макива. И если у мужчины есть только сила получения, у него нет искра отдачи, и невозможно искрать добро, невозможно склонить на чашу заслуг. То есть невозможно работать, выполнять духовную работу, иначе как в соединении между Захаром и Накивой. Мы только сейчас начинаем над этим серьезно работать. И не говорится здесь о приближении мужчин и женщин, о группах, каких-то там соединениях. Нет. Это выше пола в этом мире только в желаниях. Если мы сейчас поднимаемся, там мы все соединяемся. Поэтому именно есть у него две равные силы у человека. У Адама — сила получения и сила отдачи. И тогда у него есть место работы и приложение силы, чтобы посредством усилий смог перевесить чашу на сторону добра. И тогда это действие, когда чаша перевешивается на сторону добра, называется новорожденным плодом. То есть каждый раз, когда он соединяется все больше и больше, достигает объединения, называется, что он взращивает плод, пока он не рождается. Так он развивается, и Творец дает дух жизни этому действию. И еще одна цитата, очень такая волнующая. И сказал человек, и сказал Адам, смотрите, что мужчина говорит женщине. И сказал человек, это на сей раз, это сладкоречие, направленное на развитие любви с ней, и привлечение ее к своему желанию, чтобы разжигающая любовь. Посмотрите, как приятны эти речи, как у любви он называют эти слова, косят моих костей, платят мои плоти, показывающие ей, что они одно целое, нет между ними никакого разделения. Теперь он начинает прославлять ее, она наречена будет женой. То есть нет подобной ей, дом ею славится, все женщины перед ней, как обезьяна перед человеком. Однако она была наречена женой, она и никто другой. Слово «женщина» и «ша» состоит из слова «огонь» и «ша» и «эш», потому что связан это с буквой «гей», «нуквой». И нет подобной ей, потому что свечение куклы не раскрывается ни на какой ступени, кроме нее. Поэтому оставляет человек отца своего и мать свою и прилепляется к жене своей, чтобы жить с ней в любви и полюбиться к ней после того, как пробудился он к ней, обратившись со всеми этими речами. Мы слышим только красивые слова, но в духовном это реализуется буквально в полную силу. И поэтому вся любовь, соединение, взаимное включение, отыскать эту общую духовную жизнь и почувствовать наполнение во всех устремлениях, которые есть у нас, это возможно только в духовном соединении. И поэтому мы как раз таки видим в нашем мире сегодня так много проблем, так много страданий в каждой семье и в каждом из нас. Это все для того, чтобы заставить нас достичь духовного исправления и там найти все. До тех пор мы не достигнем успеха ни в чем. После того, как мы прочитали эти вещи, услышали, что действительно все зависит от соединения между Захаром и Никивой, между мужской и женской частью, между мужской и женской группой, мы... Давайте подумаем. Я даже не хочу смотреть на вопросы, которые я подготовил. Как Вы думаете, каким образом мы, женщины, можем, и мы, мужчины, тоже можем, потому что скоро мы тоже выйдем на нашу работу на конгресс в конце недели? Как мы можем подготовить себя после двух этих конгрессов к взаимному включению, к объединению? Какие этапы, которые и мужчины, и женщины, в которых мужчины и женщины готовят себя к единому соединению, чтобы раскрыть там единую душу, духовную ступень, Творца? Это все одно и то же. И чтобы мы смогли это сделать быстро. Сколько этапов или какие действия мы должны проделать, как мужчины, так и женщины, и потребовать друг от друга для того, чтобы это реализовалось? Что Вы думаете, что осталось нам делать? И что мы передадим мужчинам после нашего конгресса? Какой тип желания, чтобы оно было готово соединиться с ними? Что мы им протягиваем? Приходит ко мне мужчина, что я передаю ему, что я ему представляю, что я ему говорю. В чем я готова? Ну, женщины, вперед! Вперед! Спасибо. 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 У нас есть вопросы, которые были заданы АДИ и ШАЙ. Я считаю, что ступень очень важная и положительная это отмена. Это действительно найти трамплин для того, чтобы можно было прыгнуть в воду. И та волна, которая придет, она позволит нам наклонить голову, и она сделает со мной то, что она должна сделать. Что мы передаем нашим мужчинам? Я думаю, так же, как Шай сказала, так как мать, чтобы мать, которая умеет направить, умеет объяснить своему ребенку, как это сделать, как это сделать правильно. Как уже было сказано, первый шаг – это выстроить образ высшей женщины, каждая из нас. Правда, быть готовой отменить себя, но в отношении чего? Это и есть наш следующий шаг, нашего соединения. Почему мы готовы отмениться, отменить себя и стать этой единой женщиной? Это, в принципе, и есть зависимость одной от другой в этом, чтобы мы могли вместе построить общий женский клей для мужского общего клей. Я пока не могу это еще себе представить, я не могу представить себе соединение между двумя этими клей, но у меня есть ощущение, что из этой противоположности возникает обращение одной женщины к мужчине, и обращение мужчины к женщине. И возникает очень правильная связь. Для того, чтобы добавить к тому, что уже было сказано, я чувствую, мы все, одновременно, клей, улами, мировой, клей, почувствовали эту линию, и это не значит, что это я или моя местная группа, или тот конгресс, который приближается. Мы обращаем всю систему контакта между нами и необходимость быть общей единой женщиной. Но мы все это чувствуем, и я чувствую, что это происходит параллельно также и у мужчин. И если бы я могла подойти, и могла бы подойти с этой необходимостью и серьезностью, как будто бы мы решили, что мы будем вместе работать. И мы понимаем, что это только начало, и есть серьезное к этому отношение. И вместе мы готовы к следующей стадии. Я чувствую, что мировое клей, оно готово к совместной работе мужчины и женщины вместе и рядом. Я чувствую, что здесь собирались на протяжении очень многих лет очень сильные женщины, которые пришли сюда. Но, не имея другого варианта, мы сейчас создаем ту женщину, которая копирует всех нас в одном своем облике. Если мы сейчас выезжаем с нами и у кого-то что-то болит, это значит, что она достаточно заботилась. Я ощущаю ее боль. Это значит, я не заботилась на ней достаточно. Я должна заботиться и делать это со всей задачей. Мы должны вместе подойти, обратиться к тому, если нам мужчины, и создать с ним семью. Так как мы умеем это делать в этом мире. Мы должны создать семью с этим мужчиной, с этим вместе, и родить новый мир. Сейчас связывается, создаётся ответственность, ответственность в результате которой родится новая жизнь. Какие действия мы должны проделать, для того, чтобы это всё реализовалось? В первую очередь, обратиться к мужчинам, потому что мы не сможем их займить. В первую очередь, успокоить этих мужчин, что мы хотим понять и прояснить нашу задачу, для того, чтобы им помочь, чтобы они были спокойны, чтобы они поняли, что мы совершенно не пытаемся занять их вместе. Что мы хотим их поддержать. И это то, что мы им передаем. Мы передаем им наше понимание, о том, что у нас есть наша работа, наша задача, и у них есть и задача для того, чтобы от нас что-то родилось. Мы должны сначала создать это у мужчину, а потом дать ему эту уверенность. Я не могу освободиться от ощущения, потому что у нас есть намерение, или идти более серьезному отношению, или княбудзуной радости. Но, возможно, найти какое-то упражнение, чтобы мы могли это дело совместить, чтобы было желание очень сильным. Но мы это чувствуем. Мы чувствуем это действительно. Я не спала всю ночь. Я знаю, что все не спали эту ночь. Но это серьезность, это радость, это все вместе. И это разница между ними, чтобы это все прорвалось вместе. Нашим мужчинам. Я присоединяюсь к тому, что сказали все. Для того, что мы должны отменить себя и поддерживать наших мужчин. Быть матерью для того, чтобы их поддерживать, передать им, что мы вместе. Мне кажется, что они ждут этого. Они ждут этого, я думаю. Они нуждаются в этом. Ну, пожалуйста. Мы очень хотим, чтобы вы нам передали этот хиссарон. Мы готовы к этому. Пожалуйста. Пожалуйста. Давайте передадим им это. Давайте поможем, попросим помощи свыше. Самое прекрасное, что происходит сейчас у нас и в мужском клей. То, что развивается ощущение, что мы нуждаемся один в другом. У них они начинают чувствовать, что они нуждаются один в другом. И действительно, на уровне необходимости мы чувствуем, что часть мужская и часть женского клей, они нуждаются друг в друге. Это новое ощущение, что я ощущаю этого, правда, как будто бы, я ищу моих сестер. И, как они ищут своих братьев для того, чтобы соединиться с ними поблизости, возникает что-то положительное и новое. И это похоже на ребенка, что мы вместе начинаем за ним ухаживать и растить его, чтобы дать ему эту жизнь. Я хочу подумать, каким образом я могу, понятно, выразить мужчине, что мы здесь достигаем. Понятно, что мы можем сказать, что мы хотим то же самое. Мы дошли до какого-то общего ощущения, что мы все хотим одного и того же. И мы, может быть, не можем это сказать еще одним и теми словами, но у нас нет той точности. Но есть то же самое ощущение и то желание. Тот, кто слышит, это ощущение спокойствия, что за ним есть целый флот. Это не только одна женщина, и это много. Я очень надеюсь, что они почувствуют это тоже. У меня поднимается очень сильно слово «дружба». То, что мы искали на протяжении всей жизни. Я знаю про себя, что у меня никогда в жизни не было подруг женщин. И это только при соединении можно вести с того, чтобы мы узнали, что такое истинная дружба. И то, что касается мужчин, мы должны шагать вместе. Мы должны показать, что мы равны друг другу. Каждый, выполняя свою задачу, не забирая у друг друга эти цели и задачи, а для того, чтобы мы сотрудничали, были вместе. У меня возникло слово «отмена». Каждый сейчас в этой системе играл выигры со своим эгоизмом. Но сейчас мы должны понять, что мы должны играть выигры по правилам системы. Мы должны быть похожи на нее. Мы должны отменить себя и стать похожими на нее. У нас есть группа, у нас есть сила женщины. У каждой женщины есть возможность выйти из-за того, что мы должны быть вместе с этим системой и работать вместе. И эта система нас поведет. Как вы думаете, в что мы можем учитывать себя и сделать это? Вопрос, что мы почувствуем и что мы, скажем, женщинам после Конгресса, мужчинам после Конгресса. Что мы скажем и что мы почувствуем относительно мужчин. Не, ну мужчин, мужчин, прошу прощения, после Конгресса, с какими словами мы подходим к ним, с каким ощущением мы к ним подходим. Что мы почувствуем и скажем мужчинам после Конгресса. С какими словами мы приходим к ним, с каким ощущением мы приходим к ним. Первое, что пришло мне в голову, это единство, семья. Я думаю, что после этого Конгресса, это самое сильное, что я смогу, как одна женщина, передать с Конгресса мужчинам. Я думаю, что это очень, что это очень, что в сердце. Я чувствую, как творение по отношению к Творцу, тот же нехватку, тот же недостаток по отношению к Адачи. Если это действительно чистое желание, чистое от нашей скорлупы, от наших масок, то эта просьба, к ней приходит ответ. И это просьба, которую я чувствую, которая мы достигаем. Истинная просьба как датчик, любви, у нас нет сил на это, но у нас есть просьба. С этим я бы хотела прийти к мужчинам. После таких слов я чувствую немножко... Каждая женщина должна представлять себя, как будто бы она стоит, перед всеми мужчинами мира, или, как минимум, перед мужчинами Игнаем Баруха, и произносит эти слова, и так чувствует в сердце. Ну, что вы скажете, что вы почувствуете? Потому что я начала говорить, что я очень стесняюсь, стежить, когда есть новое состояние, с которым я не знаком, у меня нету опыта, я не знаю, с чем я к ним приду. Но, с другой стороны, я прихожу уже с другой точки. Я стесняюсь, что я в новом состоянии, я стежусь, потому что я уже часть очень большой женщины. И это очень новое чувство, которое, наверное, изучаю вместе. И что я бы сказала им, что я чувствую, что сейчас очень большой почет, к уважению к ним. Я чувствую, что они делают огромную работу. Я чувствую, что они уже занимаются много времени, и я просто пытаюсь делать огромную работу. И в принципе, я чувствую, что сейчас есть много маленьких крышек и уважение к роботе, которую я производил. И я хочу сказать тебе, что все свои жизни, я искала, что теперь я дурашусь, что это безопасно, и я хочу сказать, что это безопасно, и я хочу сказать, что это безопасно. И я думаю, что это безопасно, и я могу сказать, что это безопасно. Добавил субтитры DimaTorzok 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 может быть, тоже поймут нас, сделаем это через Творца. Это легче. Мы исходим из двух точек, из двух концов Творец, желание отдавать, желание получать, хотя у нас и желание отдавать, и желание получать, они находятся в разбиении и в испорченном состоянии, но противоречия, противоположные, никогда нет связи. Чем больше мы будем продвигаться, будем отдаляться друг от друга, и в материальном, и в духовном, во всем мы не сможем выдерживать друг друга. Только лишь в животном, в каком-то обслуживании, и только. Совершенство оно может быть между нами, только, как сказано, муж и жена, и шхина между ними. Когда приходит Творец, и Он дополняет, и Он соединяет нас обоих, до этого мы всегда будем ощущать себя несовершенными, разделенными, разъединенными. Как мы можем объяснить это мужчине и себе, самим, что только с помощью того, что мы притягиваем Творца, мы можем достигнуть совершенства, мы можем восполнить друг друга. И вот это восполнение, оно не будет для того, чтобы мы соединились одна группа с другой группой, а для того, чтобы мы в связи между нами, раскрыли бы Его, эту силу, дополняющую, соединяющую. Как мы объясним мужчине, что мы приглашаем Его к высшему совершенству, к тому, чтобы сила между нами была, которая соединит нас. И она наверняка сделает преусловие, если мы чуть-чуть поднимемся над своим эгоизмом каждый, и сразу приходит эта сила и соединяет нас. Какими словами мы можем это выразить? Хорошо, это понятно? Пожалуйста. Мы подходим к двух сторон. Женщина и мужчина, и никак не можем найти ее к себе. Если непонятно, поднимите руку. А, непонятно. Ну, так почему же вы не кричите? Я повторю. Я повторю. Совершенство появляется только, если творец светит на две противоположные вещи, на две противоположности, которые ищут между собой связь, и не могут сами найти ее, реализовать ее. Если мы будем готовы к этой связи, то есть захотим, чтобы она осуществилась, для того, чтобы творец раскрылся и сделал бы эту связь, соединил бы нас, это произойдет, как мы объясним мужчине, что мы хотим достичь с ним связи, прийти с ним к связи с творцом. Я специально объясняю вам это таким образом, что не может быть связи между нами, там, красивых слов, которые каждая женщина может сказать мужчине, что она желает его, что она думает, что это будет хорошо, давай попытаемся, попробуем, давай объединимся, соединимся, этого не произойдет, это не осуществится, только если вместе с этим не привлечь творца силу отдачи между нами. Давайте скажем, творец-то мешает, как будто бы есть еще третий силу отдачи, которая соединит нас противоположных. Так лучше? Ну, хорошо. Мы приходим к мужчине и говорим, мы хотим соединиться, и мы нашли, мы женщины, нашли средства, как это сделать? Есть сила, которая приходит и соединяет нас, даже, несмотря на то, что мы противоположны. Ну, облеките это в свои слова. я думаю, как работает система из того, как будто бы это механическая система шестеренки. Предположим, что мы все вместе одна система шестеренок, а мужчины это другая система шестеренок. но если мы начнем двигаться правильно, в правильном направлении, то таким образом мы сможем и завести их. И если мы будем прислушиваться к тому, каким образом мы движемся, и наше знание, оно соответствует какому-то закону, таким образом мы сможем прийти, мы женщины или женщина, мужчины, которые могут быть не только соединениями, но в общем движение и в соблюдении этого общего закона будем в правильном движении едином и в правильной форме. Дорогой мужчина, мы пробовали столько вещей, сейчас я нашла то, что я хочу, я нашла силу любви, которая может соединить нас, та, которая может воспроизвести действия мужчины и женщины и шахина между ними, и силы это тот клей в котором я нуждаюсь, и ты тоже. Единственное, что я требую, и все остальное я сделаю сама в этой системе, я позабочусь, я буду ухаживать в этой системе единой женщины. Я готова к этому мужчине сделать все, заботиться. Только ты, у тебя есть сила, но только у тебя есть возможность принести, дать мне эту силу, силу вместе нашего соединения. Я вернусь к вопросу, совершенство проявляется если дворец освещает две противоположности которые пытаются найти связь, но не достичь этого. Тогда когда дворец раскрывает этот связь, каким образом мы можем объяснить между мужчинам не могут быть связи которые женщина может выразить сила объединения между нами она противоположна. Мы обращаемся к мужчине и говорим ему мы говорим что мы нашли силу которая может нас объединить несмотря на то что мы разделены мы противоположны. Насколько я поняла мужчины до сегодняшнего дня ты не можешь подойти к мужчине и говорить ему красивые слова. Ты должна его тянуть. Ты должна ему сказать давай начнем приключение но ты не можешь выйти один. мы найдем силу которая поможет нам соединиться. Мы не будем насердиться друг на друга или раздражаться. Ты не будешь раздражаться на меня. Давай пойдешь вместе со мной. Дорогой мужчина дорогие мужчины вы помните до сегодняшнего дня всегда вы слышали что вы не можете достичь духовности без соединения но у меня есть то что я должна рассказать вам есть еще одна стадия по дороге в пути вы должны соединиться вместе с нами мы знаем что это невозможно потому что мы противоположны но есть патент есть трюк сила которая называется сила отдачи которая может сделать все и и я пока посмотрю на тебя так и я буду ценить тебя и я тебе буду очень благодарна и второе ты получишь все что ты когда-нибудь захочешь действительно ты действительно получишь все что ты захочешь ты получишь и лучше всего и самое лучшее что мы доставим удовольствие высшему я хочу повторить вернуться на конгресс который был с подругами я не знаю из-за каких стран и каждая совершенно отличается от другой и настолько эксклюзивно что мы не можем соединиться но это не произошло наше объединение без того что мы не попросили пока мы не почувствовали что мы все вместе просим какой-то третий фактор который придет и нас всех соединит все эти индивидуальности тогда это происходит да вы тоже все различные противоположные но тогда когда мы оба имеем это намерение это сила проявляется и это становится общим для нас это то что нас соединяет это возможно это должно сработать это должно иметь успех если мы собрались здесь без половины тысячи почему не сказать просто что кроме этой жизни без меня ты ничего не сможешь достигнуть потому что духовная жизнь духовная жизнь раскрывается только в общем кли который называется рожденным новорожденным младенцем в духовном это общая духовная ступень женщина рожает мужчина не может рожать поэтому хиссарон находится сначала в женщине потому что она больше стремится к детям к продолжению к следующей ступени в основе своей и она должна как бы всегда быть с приглашением с этим стремлением к мужчине хотя она делает это скромность но мужчина должен просто знать что без силы женщины которая она должна родить эту новую ступень у него нет вообще никакой связи с новой ступенью потому что в женщине она находится эта новая ступень и она должна родиться от нее у нас у женщин есть чем подойти к мужчинам у нас есть огромная сила и основа наша без этого это никогда не произойдет верно я не слышу но так как же мы можем обличь это правильные красивые слова не задевая их достоинства но пожалуйста попытайтесь точно важно это не просто так это не игра когда мы думаем вместе когда мы это вместе проходим переживаем и тем самым создаем уже заготовки для клей так как же мы объясним это но каждая сейчас пока что я говорю так вы забываете то что я сказал и это хорошо так как же мы подходим к мужчинам как бы внутренне и так вот объясняем им пожалуйста это непросто но то что меня получается найти что я смогла сказать что мы создали такой огромный колодец такой такой большой нехват желание опция наши желания только ты твои друзья только вы можете принести то что это наполнено мы остаемся колодцем если вы нет этого не сделаете вы нам очень нужны очень это не связан с табой сомной ты связан с ним если у нас есть цель достигнуть его давай сделаем все для него ты хочешь шедеть всего сего группы ты знаешь что ты ты получаешь больше всего дома когда ты и я будем действовать на благо этой цели в месяц это получится всю уверенность чтобы отдать все что в твоих силах группы если посмотреть на два стакана то пространство который находится в каждом стакане отдельно от пространства который находится в втором стакане это только пространство которое находится в международ там решение там есть совместный пространство только если мы приподнимаемся над разъединение мы можем достигнуть чего-то хорошее что-то Я немножко бросаюсь в то место, где я начал заниматься Кабалой, весь мой поиск, целый жизни, почему я вообще здесь, и я знаю, что это тоже что ты ищешь, и нет у нас никакого ощущения жизни, я не могу достичь этого, ты не можешь без меня, я половина, ты половина. Обратенно, просто, ты stör этуミушку, это определение, почему мы здесь, и какие у нас в первых делах и мы вместе с нами, и не делаем это наш три разаol, это очень ищущ Vaccine internationals, я знаю, Blimecharch, It 협ье то שלך из этого, это самое что вы имеете в виду, не Panchsche Европа? Спасибо за просмотр! 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 Спасибо! 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 ... 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 И ни какого-то там несчастного мужчину, никого. Поэтому, если мы достигнем истинного Хисарона, то, конечно же, каждый согласится, потому что мы раскроем в нем Творца. И, конечно же, Он готов с радостью соединиться с нами. Так мы почувствуем. В каждом из нас находится дворец. Мы раскроем, что второй шаг, он готов, исправлен, уже задан и уже ждет на это. Это то, что мы раскроем. Но и вопрос такой. Мы скоро вот-вот закончим Конгресс. Мы еще поговорим об этом, это еще вот-вот. Но все-таки. Действительно ли мы уверены? Действительно ли мы знаем, понимаем, чувствуем, что только в нашем правильном объединении мы можем достичь окончательного исправления, и мужчина, вторая сторона, всегда будет готов и не потребуется даже убеждать его. Даже говорить с ним, обращаться к ним, а только то, что нам нужно приставить к себе, и что он испорчен, как обратиться к нему, и как говорить с ним, это только для того, чтобы исправить нас самих. Это сложно? Я повторяю. Мир, нам кажется вообще испорченным. Это отражение нашей неисправности. Мужская группа, нам кажется, тоже не готовой. Это именно в той мере, в которой мы не готовы. Поэтому, как мы видим, и если мы исправим себя, мы обнаружим прекрасный, исправленный, совершенный мир. И увидим действительно, что наши мужчины, они чудесны. Я скажу вам по секрету, что они тоже так думают. Кроме того, что они думают, что они чудесны. Нет, я имею в виду, что они тоже видят женщин неисправны в той мере, в которой они сами пока неисправны. Помощь против него, это так каждый относительно другого. В общем, мяч на нашей стороне поля. И мы должны лишь организовать себя, чтобы быть хорошо, крепко связаны, связанными. Чего нам не хватает для того, чтобы помочь одна другой, потому что, скажем, человек, да поможет ближнему, никто не может подняться сама над собой. То, что мы все время рисуем, что точка в сердце, поднимается над сердцем и начинает там что-то над сердцем, над эгоизмом делать, Это только с помощью воздействия окружения, такого сильного, давящего воздействия. Очень такое постоянное влияние без устали. Группа должна влиять на человека, подталкивать его, буквально обязывать его, чтобы он прорвался, совершил скачок из своего эгоизма наруживания. Конечно, человек может убежать, но группа-то тогда должна позаботиться, как удерживать его внутри и как оказывать на него давление, насколько возможно. Как мы, женщины, намного более организованы в этом, чем мужчины, Так как же мы можем, все-таки, произвести этот шаг, И всем влияет одна на другую в выходе из нашего эгоизма и в том, чтобы соединиться точками в сердце. Что мы должны сделать, для того, чтобы это произошло? Продолжим Конгресс? Это поможет? Я не думаю. Приседор. Хорошо. Но все-таки. Я, скажем, как женщина, которая сейчас, через некоторое время, покидает Конгресс, но продолжает чувствовать на себе давление, Которое помогает мне подняться, Которое помогает мне не забыть О всем этом духовном образе, который мы стараемся создать. Как я нахожусь под этим влиянием, давящим, тяжелым, может быть, неприятным, непрерывным, но я обязан находиться в этом, иначе я не достигну совершенства. Что вам не хватает? Что вам не достает? Что вам не достает? Поговорите между собой, что не хватает каждой, что она думает, что ей нужно в ее жизни, для того, чтобы все время находиться в таком состоянии, как сейчас. Что все время она работала бы внутри таким образом. Что не достает мне, для того, чтобы все время быть занята внутри, в том, чем я сейчас была занята. Все время, Конгресс. Это, по-прогнозу, будет пропагандия религией цели, религией тварца. Все время. Я ведь все мои усилия, каждый мгновение, быть в гре. Только в гре. Принять игру друге как истинное. И это… И это подкрытся на всех средств, которые… …сумышь, мы, находимся в сети в catch-up? Что это очень важно? Каков-то очень важно, что у нас все время… Что у нас все время, ты слышишь? Вы видишь? И чтобы это все время. Как такой мяч, который находится все время между нами, за который мы не сможем. чтобы это ощущалось как горящий огонь в группе. Я очень устала. Я хочу сейчас проснуться попить, попить кофе, отдохнуть. Я не могу держаться в этом усилии. Я ждал мгновение, когда я пойду отдыхать. У меня нет ответа, я хочу, я готова отмениться, чтобы вы мне напоминали в этом каждый раз. Когда я буду сильной, то я буду напоминать это вам. Две-три вещи, которые пришли мне в Голме во время вопроса. Первое, это почувствовать с радостью без истерик, что если я падаю, то все падают вместе со мной. Если все падают вместе со мной, то и мужчины за нами. По-настоящему почувствовать это в костях, потому что мы забываем это. Тяжелость, наша ответственность. С одной стороны, железные цепи, которые связывают меня с группой, всеми возможными путями. Насколько возможно быть, как с этими антеннами, которые все равно крутятся, и ищут возможности. Все время искать возможности. Кому отдать, кому сказать слово, кого приподнять. Все время проверять. 360 градусов вокруг, наверх, вниз, во всех направлениях. Полминуты каждый. Если вопрос, что мне достает в жизни, по правде говоря, вся наша жизнь это конгресс. У нас столько возможностей, семинаров, собраний товарищей, чего мне не достает. Это моя мера включения, моя мера участия. Я бы хотела попросить у вас, это то, что мне нужно. Это больше личного отношения. Нас не хватает общих сообщений. Если каждый выберет подругу и спросит, ты приходишь, как хорошо будет, как это важно. Я чувствую, что тогда у нас получится пробовать друг друга. И действительно быть на всех конгрессах. В любое мгновение в жизни, которое у нас есть, личные отношения. Правда говоря, есть очень длинный список вещей, которые мне недостают. Важность, прежде всего. И очень большое желание, мне достает. Я чувствую, что мне больше всего недостают этого мужчину. И в материальном. И один объединенный мужчина, соединенный, который сильный. Я чувствую, что нам нужен мужчина. Нам просто нужен мужчина. Нам просто нужен мужчина. Это все же нам нужно, мы готовы. Нам нужен мужчина. Я чувствую, что мне нужно, чтобы они мне не облегчали жизнь. Есть несколько мест, в которых мой эгоизм, можно сказать, насколько он стоит. Мне нужно, чтобы искренне подруги, напоминали мне, чтобы я не погружала себя. Все время требует идти от меня. Это не проблема. Я должна быть в течение 24 часа. Я знаю, что все время, это 24 часа. Мы переходим к вопросам. Вопросы, которые относятся к теме Конгресса, не личные и не от местных групп. Мы должны уважать женщин, которые прибыли издалека. И еще одна. Пожалуйста. Можно начать с вопроса, Лидия, пожалуйста, с правой стороны. Здравствуйте, дорогой раб, я Лидия из Франции. Мы с знакомым до сегодняшнего момента говорили нам, что поручительство касается... Мы сейчас говорят, что поручительство, это тоже касается женщин. Пожалуйста, объясните нам, когда нас просили даже подписать поручительство между нами. Как мы можем сейчас достичь этого поручительства после стольких лет, когда вам говорили, что это нас не касается? Сказано при состоянии у горы Синаи, что вы сегодня мужчины, женщины, старики, рамы компенсионеры, инвалиды, неважно кто и что. Всем вам заповеданы сегодня, всем. И это не относится только к мужчинам, это относится к общему кли, к общему желанию. И всегда, между прочим, всегда женщины были первыми при получении исправления. Потому что они, согласно своим климам, чувствуют больше хиссарон, чем мужчины. И в нашем мире тоже. Женщина больше заботится, больше переживает. Больше включается в проблемы, более открытая. У нее есть больше возможности защитить себя. И поэтому женщины обязаны в поручительстве так же, как мужчины. в том, что сказано, что 600 тысяч душ, это лишь говорит о единой общей душе. Ты можешь прочитать об этом. И все могут прочитать статью 600 тысяч душ. Там говорит вам объяснять, что есть одна душа, и только она так называет, согласно своей силе, 600 тысяч душ. Это не шесть тысяч частей, потому что ничего не делится на части. А эта душа, ее уровень называется шесть тысяч. Это зерампин, когда выбирает в себя шестьдесят частей и понимает свой уровень арихампин, и каждая ступень, это десять тысяч. Поэтому получается такое число. Это говорит о сути души, а не о частях в ней. И в эту душу включены все. Пожалуйста. Здравствуйте, Ларина из Москвы. У меня вопрос по двум цитатам. Первый цитат, вы читали отрывки в начале. Это была такая цитата, что когда зерампин и нуква соединены в единстве. И вопрос, в чем заключается это единство? Страна женщин и мужчин. В начале цитаты, что зерампин и нуква, мы общаемся в единстве. В чем эта единство? Зерампин называется мужчина, нуква, мауха, это наши корни. И согласно этому, мы так и действуем в нашем мире. Пока мы не достигнем в нашем отношении между Нарой и того закона, который существует между Маухом и Зерампином, мы не будем в духовном. Поэтому мы изучаем эту систему для того, чтобы уподобить себя, вести себя в соответствие этой системе. Как же Фашут? Это просто. Все мы поднимаемся на Маухут и мужчины и женщины. И мы нуждаем тем самым Маухут подняться в Зерампин. И тогда они соединяются между собой. И этим мы задействуем их Высшего Абва-Има. А, уже стерли предыдущие чертижи. Я рисовал такой. Короче говоря, мы изучаем свои книги. Поскольку изучаем в правильном виде свою систему. И если мы хотим уподобиться, из нее исходит к нам свет и притягивает нас на эту ступень немножко. Еще и еще капли за капли, пока мы не найдем на эту ступень. Это тайна обучения и цель изучения. Но мы в итоге обязаны. Мы должны осуществить этот закон, который существует между Зерампином и Маухут. И как его осуществить? У каждого из нас тоже есть мужчина и женщина. Мы об этом говорили сегодня. И также между мужчинами и женщинами. И также между Творцом и Творением. Все то же самое. Пока все не стыдится вместе. В интегральной системе так все и связано. Я понимаю, что здесь есть путаница. Где здесь мужчина, где здесь женщина, где здесь Творец. Но во всеобщем включении все это исчезает. Да. Может быть, с дополнением к первому вопросу. Была следующая фраза из Зора. И были все женщины, как обезьяны против человека. И была начинана женой. Вот. Можете пояснить, что такое все женщины, как обезьяны против человека. Что такое вот жена в твоей духовной больнице? Улезла эта шлемада, что она родилась. Есть еще один шпат Мазор, который сказал, что все женщины живут к куфим. И здесь есть одна женщина. Это желание получать. Я просто не вижу тебя здесь. Это желание получать, которое неисправлено. Оно называется обезьяна. А желание получать, которое исправлено, называется Адам. И мужчина, и женщина. Либо они называются обезьянами, либо они называются уже людьми. Бней Адам. Сыны Адама. Адам уже исправлен. Человек уже исправлен. Он искал и выбрал. Избрал для себя правильного внуку. Он видел перед собой много-много обезьян. И почувствовал, что это не его. И вдруг он увидел женщину. И тогда говорит, о, это мне подходит. Поэтому, что я сказал в последнем вопросе или предпоследнем, что если желание женщины будет соответствовать мужчине, будет соответствовать вхождению в духовную связь, то она в этом желании почувствует, что мужчина уже готов и ждет ее с букетом цветов. Хорошо? У каждой женщины есть чудесный мужчина. Хорошо. И у тебя тоже. Здравствуйте, Раф. Мария Лондон. Международная виртуальная группа Кабадис. Вопрос мужчин нашей группы. Первое. Как научить мужчин любить свои наши женские желания? Свои или их же наши женские желания? Вопрос из группы мужчин. Как научить... О, извините. Это вопрос? ...без решения. Вопрос из группы. Как научить это,ロMS в Лондон? Как научить есть желания с женщинами? electrons в applause areas в внутри этих слова? Внутри мужчин? Ну, я не знаю, как ее это заửится. Все можно научить это. Для меня это Fre freestyle. Буквально загадка, без решения. Всему можно научить, кроме любить. Второе. Как ставить экран на свои, наши желания? Это мужчина спрашивает. Как ставить экран на свои, они же самые наши женские желания? То есть это суть одно и то же, так я понимаю. Есть путаница. Я не знаю тоже, что значит, что же мужчина. Если она спрашивает, то женщина, то мужчина, то мужчина нет. Мы спрашивают, что люди говорим. Так что спрашивает мужчина, короче говоря? Мужчина, сейчас скажу. Мужчина, что хочет женщина. Женские желания. Как ставить мужчине экран на женские желания? И третий вопрос. Как отличить, какие из желаний наших женских выполнять в первую очередь, беспрекословно, какие оставлять Дагмартикун, потому что выводят с пути? Мы говорим, что они, конечно, они ивановки. Азе, э, говорим, э, говорим, э, хулим, ласим массах, аль, рационот, чель Иша. Эй, за мир, э, за сквадшин наш лишит. Эй, за рационот, эй, за рационот. Эй, за рационот. Эй, Иша. Какая женщина, которая внутри него? Как я могу сделать экран на кого-то другого? О чем здесь вообще идет речь, я не понимаю. Они там полностью запутаны. В следующий раз пусть приведут и мужчин на женский конгресс. Лена, группа Москвы, как нам использовать оставшиеся часы конгресса, чтобы не выйти из этого роддома без ребенка? Лена, московская группа. Лена, мы Москва, и еще это, и еще это, как она знает, у их рода лично мешает, что очень натурально покинет, когда они не хотят быть, чтобы ее роддом забрели. Как мы сейчас говорили, это все зависит от вас. Та, кто здесь находится, от нее зависит все. Не случайно мы обещаем, что в каждой женщине есть мужская часть, и в каждом мужчине есть женская часть. И у души нет пола, и это все взаимоплечения. Это все, чтобы запутать нас в этом мире, так это называется, на высшей ступени там исчезать. Я, мне кажется, читал сегодня, что на высшей ступени нет мужчин и женщины. Там, у Захары Нукова, это нечто совершенно иное. Это все, чтобы не получать в каждом желании. Нет отдельных дел, как здесь у нас, когда это очень нас путает. Это специально нас путает для того, чтобы мы преодолели это и достигли бы правильной реализации. Как выйти отсюда с законной ступенью. Это называется новорожденный ребенок, который рождается. Это можно сделать только, если мы соединимся. И может быть, в последнюю секунду. Может быть, мы, я думаю, что вы должны думать, действительно, как женщина, которая очень хочет, очень хочет родить. Выйти замуж, соединиться и родить, или она уже находится в родовых схватках и буквально не знает, что делать. Это колоссальное давление изнутри, душевное, физиологически мы понимаем, но душевное, без внутреннего этого душевного давления мы не... Можем прийти к родам. Вы не знаете, я обращаюсь так же и к мужчинам. Вы не знаете, какое колоссальное давление в человеке находится перед его духовным рождением. Это буквально внутренние крики, вобли. Это внутреннее давление, напряжение. Это подобно рожающей женщине. И, между прочим, это только люди рожают в таких особых и тяжелых условиях. Потому что наша зеловат, которую мы рождаем, вся наша очень большая, это в противоположность всем животным. Поэтому мы представляем себе это состояние, что я так хочу родиться в духовном, что вот этот ребенок, который должен вызвать меня, это точка в сердце, чтобы она вырвалась наружу из моего эгоизма. Я буквально доверю и тужу, и хочу, чтобы это вырвало, я, это точка в сердце, и я хочу оставить, подняться над своей природой, оторваться. Тогда это произойдет. И роддом? Да, верно, это мы все. Вы, они, а мы олены, кем-то. А я, поивальная бабка, акушерка. Очевидный. Пока. Привет. 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 Я живу из Норвегии. Я живу из Норвегии. Я знаю, я знаю, если мне кажется, что мы постоянно даем все условия, которые нужны. У меня есть ощущение, что у нас есть три средства, в которых мы нуждаемся. Мы достигли такого состояния, что мужчины и женщины могут сотрудничать для того, чтобы дойти до общего состояния. Нам не хватает только уверенности, что мы можем положиться один на другого. Мы говорили сегодня о женской группе, о женском образе, об общающем женском образе. Будем говорить с мужчинами об обобщающем мужском образе, как они соединяются. Мы говорили о том, что женщина сама, если она правильно организована, она видит перед собой уже мужчину исправленного и готового к тому, к чему она приглашает его к объединению. Из-за стороны мужчины, если они будут соединены, они раскроют их готовую к этому женщину. Главное из всех этих вещей это поставить нас перед двумя точками. Первая точка, что все зависит только от нас и даже в каждом человеке, который может родиться духовно и почувствовать, что весь мир переделись с правильным, что каждый судит, исходя из своих недостатков. С другой стороны, он нуждается во всем мире, именно таким образом, чтобы он оказывал на него давление, так как этот Конгресс оказывает давление на нас, так как следующий Конгресс пусть оказывает на нас давление. Эти давления заставляют нас все время обретать разные формы, подобные Творцу. Все вместе и каждый по отдельности. У нас действительно есть все. Кроме того Хессарона, который мы должны передать один другому, как с одной стороны, так и с другой стороны. Мы должны завидовать. Каждая Другой. Как все преуспевают, а я нет. Как всему дает, за мне нет. Мы должны с другой стороны, чтобы каждая получила от других подруг и всего мира. Получила бы Чука, Хессарон, Рацон, Стремление, желание, Крова, Битахон, Срасть, преданность, Уверенность, Кина. Зависть. Кина к дулацихалиют. Огромная зависть должна быть. Канцарихла, вот а эго, желану. Здесь должен работать наш эгоизм. Он помогает нам прикупить ото всех правильные желания, потребности Хессарона. Без эгоизма мы бы вообще не впечатлялись от окружения. Что там, кто-то уже родился? Я думаю, да. По правде говоря... Я говорю, действительно, я был на многих конгрессах, я впервые на женском конгрессе, и действительно, я почувствовал... очень особенное Кли. Как это сказать? Я почувствовал естественное желание искренне. Истинное. Но мужчина, она такая более отрашенная в разные оттенки, женщина теснее связана с землей, ближе к земле. И это хорошо. Я думаю, что... У меня нет достаточно слов, но он действительно очень особенный, великий. Каждая просто королева. Каждая уникальная и... ...большей гордости, большей выдержки, большей необходимости. И ни в коем случае не быть такой приниженной, где-то там исчезающих, где-то за мужчиной, за детьми, нет. Именно обязаны требоваться. Духовным это наоборот. Женщины... ...должны выйти... ...из укрытия и работать вместе с ними... ...сильно. Как говорится... ...благодаря женщинам-праведницам, мы выйдем из-за женаний. Большое спасибо вам. Значит, такую песню. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Казахстан, Сибирь и Крым Дышит воздухом одним Устремление Риетина От Москвы до Сахалина От Чихаго до Читы От Литвы до Алматы От Сиднея до Герлина От Парижа до Пекина Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок